Ну и приступаем к презентации. Она будет состоять из следующих разделов. Это будет обзор моделей. Мы поговорим об особенностях линейки Т4. Я расскажу о функциях и возможностях новых телефонов. Расскажу вам о позиционировании этих телефонов на рынке. И расскажу об особенностях комплектации. Начнем с обзора моделей. Итак, в скором времени, так или иначе, кто-то раньше, кто-то позже, но на рынок выйдут 4 телефона. Это модели SIP-T48G, модель SIP-T46G и модель SIP-T42G и 41P. К этим моделям можно будет подключать такие аксессуары, как модуль расширения, будет называться EXP-40, USB Bluetooth гарнитура BT-40. Можно будет подключить уже привычную, знакомую вам гарнитуру, точнее, модуль для подключения беспроводных гарнитур EHS-36 и подключить гарнитуру, которая одевается на голову, она проводная, к сожалению, это EHS-32. Первым телефоном, о котором хотелось бы поговорить, будет модель SIP-T48G. Я начну от более старших и более продвинутых моделей к более младшим. Этот телефон будет очень похож по функциональности и по техническим характеристикам на телефон VP-530, который сейчас есть на рынке. Появится этот телефон в конце 2013 года, может быть, в начале 2014. Основное его отличие в том, что изменится корпус. Корпус получит регулировку по углу наклона. Как мы спрашивали, и не только мы проводили социологический опрос, но и другие дистрибьюторы компании E-Link, все-таки многим удобно, чтобы телефон с большим экраном, с тачскрин, имел возможность регулировки этого самого экрана. Поэтому корпус будет регулироваться так, чтобы вам было наиболее удобно и хорошо видно все, что на этом экране отображается. Ну и также в этой модели будет одно большое преимущество. Корпус будет наклонный, сам корпус будет выглядеть иначе, как в отличие от телефона VP-530, существующего сейчас, и изменится качество звука. Будет, собственно, фактически новое инженерное решение, новое расположение спикера, что позволит сделать более качественную работу громкой связи. Как вот я вижу вопрос от Сергея в чате, трубка у этого телефона проводная. Здесь на картинке провод не нарисован, но она все-таки пока проводная. Ну, так сказать, забежим немножко вперед. Запрос в компанию E-Link мы и, насколько мы знаем, другие дистрибьюторы на телефон стационарный с беспроводной трубкой есть. Телефон такой, как бы в планах E-Link так или иначе присутствует, они задумываются о такой разработке. Но пока у этого телефона трубка проводная. Экран у этого телефона будет 7-дюймовый с разрешением 800 на 480 пикселей. Тачскрин. Шесть аккаунтов. СИП можно будет зарегистрировать в данной модели телефона. Можно будет на экране этого телефона разместить 29 программируемых кнопок. Это будет сделано за счет того, что изменится веб-интерфейс телефона и появится возможность перелистывать страницы. То есть, фактически, это будет несколько рабочих столов, на котором будут размещаться до 29 программируемых кнопок. Эти кнопки, как вы уже привыкли, могут запрограммироваться под разные задачи. Задача, ну, основная задача и самая наиболее популярная, это все-таки БЛФ, отслеживание статуса абонента. При всем при том, что этой же кнопкой вы можете и перехватывать поступающий вызов и просто совершать вызов текущего абонента. У этого телефона будут реализованы продвинутые голосовые возможности, такие как подавление эха, обнаружение активности голоса, эхо-подавление. Будет возможен, как и у всех текущих телефонов на рынке, вам уже привычный, функционал автопровижен. Он будет стандартизован, я чуть позже об этом расскажу. Для всех телефонов E-Link будет единая схема автопровижен с единым синтаксисом. И вот этот телефон 48, он будет не исключением. Работать этот телефон сможет по технологии ПЛЕ, то есть питаться через кабель Ethernet. Этот самый кабель Ethernet может быть оснащен, точнее, может быть подключен к свечу гигабитному. Оба порта у телефона и на прием, и на передачу будут работать по технологии гигабит Ethernet. То есть полноценную скорость от роутера вы сможете передать с порта PC на компьютер, который подключите к данному телефонному аппарату. И, кроме всего прочего, у этого телефона будет возможность подключения Bluetooth. На задней части корпуса телефона будет USB-разъем для того, чтобы можно было подключить USB-адаптер BT40, о котором я ранее упоминал. И вот с помощью этого адаптера вы сможете использовать Bluetooth-гарнитуры таких производителей, как Plantronics, Jabra и Sennheiser, для того, чтобы без каких-либо провозов совершенно общаться и перемещаться по вашему офису. Телефон уже сейчас протестирован с такими платформами, как Broadsoft, 3CX, Digium, Genesis, ну и другими. То есть работать он сможет со всеми теми SIP-серверами, с которыми уже сейчас работают телефоны 20-й и 30-й линейки и телефон WP530. Сделаем небольшую паузу. Я вот пока смотрю чат. Если у кого-то есть вопросы, пишите их. Если вопросов нет, поставьте в чат минус, чтобы я понимал, идти ли нам дальше, либо нет. Вопрос от Михаила. Емкостный или экран? Экран не емкостный. Автопровижн будет, как сейчас, реализован в прошивке версии 70. То есть новые схемы Автопровижн, которые сейчас используются уже в 30-й линейке, они же будут и в новой линейке T40. Так, если уже сейчас, начинается такая массовая стандартизация вот этой схемы Автопровижн. От Альберта Эластикс, я так понимаю, совместимость вопроса. Да, с Эластиксом тоже сможет этот телефон работать. Ну, поскольку я вижу, вопросов нет, пойдем дальше. Если они будут появляться, не стесняйтесь, пишите в чат. Следующая модель телефона – это телефон Ялинк СИП Т46G. Уже сейчас есть на нашем сайте размещена эта модель. Уже сейчас можно оформить заказ. Насколько я знаю, у нас сейчас акция на эти телефоны. Точнее, тебе подсказывают, что она уже закончилась. Но при старте продаж была акция на эти телефоны. Можно было приобрести один, получить в подарок второй. Ну, собственно, такие акции у нас всегда проводятся. Когда стартует новый телефон, вы можете приобрести один. И если вы пишете отчет с подробной, как вам ощущение от работы, что понравилось, что не понравилось, то вы получаете второй телефон в подарок, либо по заниженной стоимости. Ну, в общем-то, этот телефон уже в России можно приобрести. Особенность его заключается в том, что у него цветной дисплей 4,3 дюйма разрешением 480 на 272. Это 6 СИП-линий, 10 программируемых физических кнопок, которые с помощью организации LCD-экрана с возможностью перелистывания страниц, то есть фактически до трех рабочих столов на экране, у вас получается можно до 27 кнопок логических запрограммировать на выполнение различных функций, ну, в частности, на BLF. То есть у вас на экране телефона будет 27 BLF-кнопок. Также есть продвинутые возможности по обработке голоса, эхоподавления, генератор комфортного шума. Как я и говорил ранее, автопровижен будет стандартизован со всей остальной линейкой продуктов E-Link. И питание этого телефона возможно по технологии POE. Как вы видите из названия буквы G, это значит, что данный телефонный аппарат имеет гигабитный разъем Ethernet. Собственно, портов Ethernet здесь два. Это как на прием, так и на передачу, они оба гигабитные. И у этого телефона, так же, как у предыдущей модели, есть возможность работы с Bluetooth-гарнитурой. Точно так же на задней части телефона есть USB-разъем, куда подключается Bluetooth-USB-адаптер. И вы можете без проводов подсоединять к гарнитуре, к этому телефону производителей, как я уже говорил, повторюсь, Sennheiser, Jabra и Plantronics. Обратимся к чату. Вижу вопрос от Андрея с Avaya Aura. Вы знаете, по поводу Avaya Aura ситуация неоднозначная. На данный момент с Avaya Aura E-Link проходит дополнительную сертификацию, потому что, несмотря на то, что сертификат от компании Avaya у нас имеется, непосредственно с Aura буквально недавно столкнулись с проблемой, что не работает регистрация через доменное имя. Если у вас сервер прописан в виде IP-адреса, то все работает корректно. Как только вы организуете домен, там возникают некоторые проблемы, но они сейчас с инженерами Елинка и Avaya устраняются. Информация по этому поводу есть. Совместимость оборудования, конечно же, будет. Опять же, от Андрея вопрос по поводу BP. Андрей, если вы уж меня простите, но этот вопрос я отложу до конца вебинара, так сказать, сохраню интригу. В конце об этом будет сказано. Вопрос актуальный. Вячеслав, поясните, пожалуйста, в двух словах, что такое Автопровижн. Автопровижн – это возможность централизованной настройки телефонов. Очень удобно в тех случаях, когда в вашем офисе от 10 телефонов и больше. Вы можете на своем рабочем месте, не вставая и не бегая по офису, создать текстовые документы, в которых находятся настройки аккаунта, настройки работы телефона, например, настройки времени, ну и какие-то индивидуальные настройки. Эти текстовые документы вы можете централизованно раздать телефоном. И на рабочих местах люди просто подключают телефоны в розетки, и телефоны автоматически забирают созданные вами конфигурационные файлы. То есть вам не надо бегать по офису и настраивать каждый телефон отдельно. Вы сильно экономите свое время, и это очень удобная возможность. Подробнее об Автопровижн вы можете найти информацию на сайте IPmatic.ru в разделе «Поддержка». Есть подробная инструкция с описанием. Ну и, собственно, обратиться, если что, по телефонам или имейлу в нашу службу техподдержки. Ребята также подскажут и помогут. Так, вопрос от Сергея. Bluetooth USB адаптер. Да, на данный момент поддерживается только Bluetooth USB адаптер от компании E-Link. Вопрос о том, чтобы поддерживались сторонние USB адаптеры, поднят. E-Link сейчас тестирует, но на текущий момент только один адаптер E-Link поддерживается. Андрей, сертификация по УАВАЕ сейчас ни на какой стадии, потому что сейчас стадия тестирования. Стадия тестирования продукта. Есть аккаунты у E-Link, есть телефоны у УАВАЕ, идет взаимное партнерство, работа. Не могу сказать, когда будет сертификация. Как только закончит, будет сертификация. Отлично. Вопросы еще есть? Если нет, пожалуйста, минус в чат. Прекрасно. Двигаемся дальше. Эрик. Эрик, будьте добры, продублируйте ваш вопрос. Я, видимо, его упустил. Насчет блока питания. Насчет блока питания я скажу в конце презентации. Об этом информация в презентации есть. Пожалуйста, наберите терпение. На данном слайде приведены основные отличительные особенности этого телефона SIP-T46G. Особенность заключается в том, что снова обновлено LCD-меню. Еще более удобно стала работа с меню. Экран яркий, качественный. С ним приятно работать. У контактов в вашей записной книге есть возможность прикрепить фотографии. У этого телефона реализован интеллектуальный поиск. Ну, как и у других телефонов линейки. Об этом тоже я чуть позже расскажу. Что облегчает и ускоряет работу. Реализована технология Gigabit Ethernet. И есть поддержка протокола IPv6. Следующий телефон в модельном ряду, более младшая модель, это Eolink SIP-T42G. Этот телефон имеет экран размером 2,7 дюйма. Экран здесь черно-белый. Разрешение 192 на 64 пикселя. Возможно зарегистрировать 3 SIP-аккаунта независимых. Физических кнопок, программируемых у данного телефонного аппарата, 6 штук. Но благодаря новой логике экранного меню, здесь также есть возможность перелистывания страниц, то есть организация трех рабочих столов. И получается, что логически реализуется до 15 программируемых кнопок. У этого телефонного аппарата также все в порядке с передачей и приемом голоса. Есть продвинутые возможности по борьбе с различными трудностями, возникающими в сети при пересылке голосовых пакетов. Функции AutoProvision этот телефон поддерживает. И точно так же, как в предыдущей модели, он может питаться по технологии PoE. Оба порта у этого телефона гигабитные. Обращаю ваше внимание, что Bluetooth USB гарнитура данным телефонным аппаратом уже не поддерживается. Ну и снова смотрим в чат, какие есть вопросы. Есть ли возможность получить контакты из АД вместе с картинками? К сожалению, это, я так понимаю, вопрос к 46-му телефонному аппарату. К сожалению, сейчас я вам полноценно не могу на этот вопрос ответить. С АД этот телефон взаимодействовать может. А вот по поводу изображений, мы еще не успели закончить тестирование, но АД у нас поднят, и в ближайшее время мы этот тест проведем довольно интересный вопрос. Я себе его помечу, и если у вас есть возможность, продублируйте его нам на почту support.sobaka.epimatika.ru, чтобы при его решении наши инженеры вас об этом оповестили. Пока, насколько я знаю, мы еще так не реализовали. К телефону 46, вопрос от Андрея, и 42, подключение консоли. К 46-му телефону консоль подключить можно, это только одна единственная консоль, называется она EXP40, а к телефону 42-му консоль подключить нельзя. Вопрос от Андрея, что такое АД? АД это аббревиатура от Active Directory. Active Directory это база данных пользователей вашей компании. Если в компании от 100 сотрудников, чаще всего это используется в крупных компаниях, да, вот как ниже коллега приводит, от корпорации Microsoft разработка, если в вашей компании больше 100 сотрудников, ну, конечно, можно и меньше, если у вас есть желание, но, как часто мы встречаем, это именно практика крупных компаний. Заводится фактически в Active Directory таблица с контактными данными, адресами, имейл, изображениями, ну, фотографиями, как вот спрашивал коллега, с телефонными номерами, мобильными, офисными, какими-то дополнительными номерами всех ваших сотрудников. И телефонные наши могут обращаться к этой базе данных и оттуда информацию забирать и выводить на экране. Ну, вот коллегу, коллегу благодарю за ссылку на Википедию. Да, если будет время, почитайте, очень интересная возможность, Ялинк эту возможность поддерживает. Коллеги, еще вопросы есть? Пожалуйста, в чат плюс или минус, ждать или дальше идем. Большое спасибо, тогда двигаемся дальше. Последний телефон, о котором хотелось бы рассказать, это Ялинк СИП Т41П. Сразу скажу, что внешне это абсолютно такой же телефон, как и СИП Т42Г, про который я только что говорил. Единственное отличие у этого телефона заключается в букве П. П это, значит, питание через ПОЕ и технология Ethernet портов здесь 100 мегабит. То есть гигабитную сеть вам реализовать на этом телефоне не получится. В остальном это точно такой же телефон, как и модель 42. И тут же вопрос в чате про логотип. Конечно же, на 42-м телефоне логотип менять будет можно. Инструкцию сейчас на английском языке, но будем готовить на русском. Теперь поговорим об аксессуарах. Вот был вопрос про модуль расширения. Собственно, новый модуль расширения для новой линейки телефонов Т4 выглядит, как сейчас вы можете увидеть на слайде. Называется он EXP40. У этого телефона графический LCD-экран разрешением 160 на 320 пикселей. 20 физических кнопок с двухцветным LED-индикатором, который позволяет отображать статус абонента. Как вы можете обратить внимание, внизу под экраном есть две отдельные кнопки, которые реализовывают переключение между первой и второй страницами экрана. Раньше таких кнопок не было. Сейчас вот их сделали, и это действительно удобней. И за счет этого можно уже до 40 значений разместить на двух страницах. Как и было раньше, последовательно можно подключить до 6 модулей таких вот расширения. Без дополнительного питания будет работать два модуля. Если вы подключаете три и более модулей, вам понадобится всего лишь один дополнительный адаптер питания. И этот модуль EXP40 работает только с телефоном E-Link SIP T46G. Вы знаете, Андрей, по поводу консолей в продаже, я давайте этот вопрос отложу до конца вебинара. Я сейчас вам не готов ответить, есть ли они. А в конце, когда мы будем обсуждать, я уже уточню этот вопрос у менеджера. Так, коллеги, мы можем двигаться дальше? Так, отлично, вижу вопросы. Спасибо, да, за уточнение про сентябрь. Мне, как технарю, данная информация не всегда доступна. Так, консоль к телефону будет прикручиваться, чтобы телефон с консолью были в жесткой сцепке и не болтались, не ползали по столу. Так, вопрос от Егора. Будет ли реализована возможность подключения модуля расширения к другим телефонам? Нет, данный модуль расширения стилистически и логически завязан только с 40-й линейкой. К другим телефонам его подключить не удастся. То же самое, как и не удастся подключить имеющиеся у вас консоли EXP38 и EXP39 к новым телефонам 40-й линейки. Есть ли еще вопросы? Егор, не совсем понятен вопрос модулей для других новых телефонов. Для 41-го и 42-го телефона, я вас понял, спасибо за уточнение, модуль прикрутить невозможно в принципе. Там нет соответствующего разъема, на этом телефоне не предусмотрено использование модуля. То есть, связка модуля в новой линейке и телефона работает только так. Телефон T46G и модуль EXP40. Больше модуль вам никаким новым телефоном прикрутить не удастся. Коллеги, предлагаю не задерживаться и двигаться дальше. Следующий аксессуар в новой линейке продуктов это Ялинк BT40. Это USB Bluetooth адаптер. Как я уже говорил, на разъеме двух телефонов, это модель T46G и модель T48G, предусмотрен USB разъем, куда этот адаптер подключается. Он работает с Bluetooth версии вплоть до 4.0 и позволяет к телефону вам подключить беспроводные гарнитуры производителей Sennheiser, Jabra, Plantronics. С остальными пока не успели протестировать, но в теории любые гарнитуры с поддержкой Bluetooth должны тут взаимодействовать. Есть ли у вас вопросы? Да, конечно. То есть вопрос по поводу гарнитуры Plantronics, конечно же, именно на это и расчет. Чтобы вы по нажатию кнопки могли совершить набор последнего набранного номера, либо ответить на поступающий вызов. Хорошо, коллеги, чтобы не задерживаться, двигаемся дальше. Тогда по мере поступления вопросов буду реагировать. На данном слайде приведена сравнительная таблица телефонов 20-й линейки, 30-й линейки и 40-й линейки. Здесь на презентации это выглядит довольно мелко, поэтому я предлагаю вам эту таблицу вместе с презентацией из медиабиблиотеки скачать себе. И если какие-то вопросы будут возникать, вы всегда можете к ней обращаться. Сейчас мы не будем на ней останавливаться. Перейдем к особенностям новой линейки. Основная, конечно, особенность – это внешний вид. Основная особенность и главная гордость инженеров компании EOLINK. Этот дизайн они полностью разработали сами, очень им гордятся. Но и пока, насколько мы успели протестировать, одни удобства он несет. Новый дизайн подразумевает специальные элементы сцепления для трубки, чтобы она не соскальзывала и не сваливалась с телефонного аппарата. При тех случаях, когда вы можете задеть стол свой или каким-то образом случайно зацепить телефон. У новой линейки обновлена клавиатура, она стилистически выполнена по-новому. Кнопки на ощупь стали гораздо приятнее. И плюс реализован интеллектуальный поиск, о котором я чуть позже расскажу. На корпусе телефона появились металлические и глянцевые текстуры, что, в принципе, улучшает внешний вид. У кнопок спикера, кнопок микрофона и изменения громкости появилась световая индикация. Что очень удобно в тех случаях, когда вы, допустим, временно отключили звук у своего телефона, чтобы собеседник ваш не слышал. Чтобы избавиться от таких недостатков, как, допустим, забыли вам звук вернуть, пытаетесь что-то сказать, тут будет наглядно понятно, что на корпусе горит лампочка. И, конечно же, корпус теперь возможно регулировать по углу наклона, что многие очень просили. Так, вопрос от Алексея. С 48-й гарнитуры работать тоже будут? Да, с 48-м телефоном гарнитуры работать будут. Ну, вы знаете, Алексей, я, видимо, в презентации сделал опечатку. Гарнитура – это BT-40, работает с двумя телефонами 46 и 48. Да, вы совершенно правы, Александр. То, что блок фиксированный, но сзади есть на корпусе прорези специальные, и подставка в эти прорези вставляется, там есть несколько положений, то есть сам экран статичный, корпус статичный, но за счет того, что вы подставку устанавливаете в разные прорези, у вас получается изменение угла наклона. Как показывает практика, этого вполне достаточно для того, чтобы найти оптимальный режим постановки телефона на столе. Двигаемся дальше. Новый дизайн, сами E-Link, и мы стараемся называть никак иначе, как ультраэлегантный. Вокруг экрана глянцевый пластик, который делает вид телефона более дорогим. У телефона тонкий корпус, как я уже говорил, составая индикация кнопок, которая выглядит не только удобно, но и выглядит красиво. Обновлена клавиатура, и сам пластик и элементы дизайна выполнены из материалов с защитой от царапин. Провод телефона сделан таким образом, чтобы предотвратить спутывание. Если пройтись по программным кнопкам, то вот здесь на слайде приведена такая сводная табличка. Собственно, три телефона, которые сейчас есть на рынке. Это телефон T46G, T42G. И вот в скором времени мы объявим релиз модели 41P. Физических кнопок у 46-го телефона 10, у 42-го и 41-го модели 6. Но логических программируемых кнопок у 46-го 27, у 42-го и 41-го по 15. И у каждого из этих телефонов на экране есть три страницы, перелистывая которые, как показано на изображении, на телефоне непосредственно на самом и на модуле расширения. Есть кнопки, которые отвечают за перелистывание. Получается вот так много реализовать программируемых кнопок. Соответственно, у модуля расширения физических кнопок 20, логических 40. Вы знаете, Альберт, по поводу вашего вопроса про глянцевость, я готов с вами поспорить, потому что глянцевость, она вокруг экрана. А сам экран на солнце не сильно-то и мерки. Ну и вообще, как показывает, опять же, опыт, редко когда в офисе у вас будут такие условия, что солнце будет напрямую светить в телефон, потому что, скорее всего, оно в этом же случае будет светить и на монитор вашего компьютера. И, в принципе, у вас все устройства с изображением будут бликовать. Еще одним аксессуаром, который можно будет использовать, это будет наш привычный для всех модуль EHS. Этот модуль можно подключить абсолютно во все телефоны, в том числе и в телефон 42-й модели, и в телефон 41-й модели, как вы спрашивали. То есть, теоретически, с помощью модуля EHS-36 вы можете к этим телефонам 42-й и 41 подключить при помощи нескольких проводков Bluetooth гарнитуры производителей Jabra, Plantronics и Sennheiser. Отличие новой линейки телефонов E-Link T4 заключается еще и в том, что оптимизирована передача звука. И теперь классифицируется звук в этих телефонах никак иначе, как Optima HD. Это означает соответствие стандарту TA920. Опять же, тем, кто интересуется, я рекомендую обратиться к страницам Википедии, поискать этот стандарт. Он разработан в Америке. В общем-то, он стандартизует качество передачи голоса. И теперь, работая на данных телефонных аппаратов, вы будете слышать собеседника, и вас будут слышать еще более четко и чисто. Гарантийный срок у данных телефонных аппаратов, как у всей линейки E-Link, теперь также 18 месяцев. То есть полтора года с момента покупки вы можете не беспокоиться за какие-либо неисправности в ваших телефонных аппаратах. Вам будет осуществлена поддержка и гарантийный ремонт и прочая помощь. Говорим же теперь о функциях и возможностях. Привожу сравнительную таблицу. Сейчас попробую сделать ее побольше. Вот так вот будет лучше видно. Пройдемся по всем четырем новым моделям. Значит, здесь приведены технические параметры экрана. Я о них не буду говорить. Обращу ваше внимание на сетевой интерфейс. У всех телефонов это гигабитные порты, кроме модели 41P. Там 100 мегабит. Поддержка Bluetooth есть в телефонах 48 и 46. То есть вы используете Bluetooth USB адаптер. Поддержка EHS у всех телефонов и аппаратов. То есть вы с помощью некоторого количества проводов все-таки можете подключить Bluetooth гарнитуру даже к телефонам 42 и 41. Что еще вам будет интересно? Поддержка протокола TR-069. Теперь реализована во всех телефонах линейки. OpenVPN поддерживает также все новые телефоны линейки. И модуль расширения, как вы уже спрашивали, подключается только к одному телефону. Это Yalink SIP T46G. Программное обеспечение сейчас мы его классифицируем таким сочетанием, как M7. То есть это единая серия программного обеспечения для всех телефонов, как 20-й, так 30-й и вот теперь 40-й линейки. Благодаря этому получилось синтаксис Автопровижн и логику Автопровижн также реализовать одинаково, что уменьшит путаницу при настройке телефонов. У новой линейки больше программированных кнопок. Вы можете на новых телефонных аппаратах реализовывать такие возможности, как управление конференцией. То есть если вы конференцию создаете, то вы можете кого-то из участников, например, отключить голос, либо если он совсем уж сильно вас каким-то образом достает, то вплоть до того, что даже удалите с конференции. Чего не было ранее. В новых телефонах реализована такая возможность, как резервный SIP-сервер. Поддерживается во всех телефонах IPv6, как в автоматическом режиме, так и в виде статического адреса. Поддерживается VLAN. Реализован интеллектуальный поиск. И добавлены возможности по работе с системой Broadsoft. Теперь же, что такое интеллектуальный поиск. Прежде всего, это три, скажем так, возможности, которые описаны ниже. Это поиск по локальной записной книге, поиск по удаленной записной книге и поиск в истории вызовов. То есть когда телефон стоит на столе, и вы начинаете набор первых цифр, номера, который вы помните, телефон автоматически проходится по всем имеющимся книгам и по истории, и предлагает вам варианты, которые есть в его памяти, чтобы ускорить вашу работу. Это еще выглядит и следующим образом. Когда вы, допустим, работая с Active Directory, пытаетесь ввести имя какого-то своего сотрудника, вместо того, как было раньше, нескольких нажатий 10-12, набирая имя его, например, на латинском, латинскими буквами, вам достаточно сейчас пройтись только по цифрам, в которых содержатся буквы этого имени. И таким образом вы найдете нужного вам абонента. Вот благодаря такому поиску сама работа операторов и работа сотрудников за телефонами будет гораздо эффективнее, и вы будете тратить меньше времени на вот такие повседневные задачи, как звонки. Так, давайте посмотрим, что у нас есть в чате. Сергей спрашивает про РПС. РПС у этих телефонов поддерживается, по умолчанию включен. С Актел эти телефоны нормально будут работать, уже тестировали. Актеловцы сильно рады. Ну и, собственно, мы и рады, потому что у них довольно много клиентов и интерес большой. РПС. От вопроса Сергея. Да, значит, работает РПС следующим образом. Телефон обращается на РПС-сервер. Если там свой MAC-адрес находит, то получает настройки и с тех пор успокаивается. Если MAC-адрес телефона не найден, то, собственно, он получает телефон-ошибку, что MAC-адреса такого нет, и также на РПС больше не обращается. Плюс ко всему, вы можете через конфигурацию принудительно отключить РПС. То есть сами, если вам он совсем не нужен, выключаете, и он вас больше не беспокоит. Как это сделать, вы можете узнать, обратившись к нашим инженерам поддержки. Ребята вам вышлют инструкцию о содержании срок в конфиге. Безопасность в новой линейке телефонов выведена на новый уровень. Кроме того, что уже поддерживалось, добавлены еще некоторые возможности. Пройдемся по списку сверху вниз. Безопасность на уровне приложения реализована в виде защищенного доступа к веб-интерфейсу, в виде списка доверенных IP-адресов, которые могут обращаться к телефону. Безопасность реализована в виде защищенного обращения AutoProvision. Сами файлы AutoProvision вы можете зашифровать и уже в зашифрованном виде передавать в телефон. На транспортном уровне используется шифрование голоса при его передаче. При регистрации вы можете использовать такую технологию, как TLS, защищая свои регистрационные данные. Также используется так называемый Digist, то есть цифровая подпись при регистрации на сервер. На сетевом уровне вы можете запретить пинговать устройство, то есть чтобы не выявили, откуда идут сип-пакеты, отправленные вами. И на уровне подключения к сети, иначе говоря, на уровне доступа к сети, можно использовать такие механизмы шифрования, как 802.1, можно использовать VLAN, использовать, соответственно, VPN, и вы можете отключить, в принципе, PC-порт, чтобы ограничить или, скажем так, вообще отказаться полностью от какой-либо возможности прослушки того, что происходит у вас с телефоном через вот этот самый PC-порт. Поговорим теперь о позиционировании телефонов на рынке. Перед вами небольшой график. Справа – это цена, вверх – это качество телефонов. Вот по сравнению с тем, что у E-Link до этого было, цена новой линейки будет выше, но и качество будет также выше. Если сравнивать с конкурентами, то Cisco в нашем графике будет немного уступать по качеству, и при этом будет дороже стоить. Телефонные аппараты же компании Telecom будут соизмеримы по качеству, но цена будет заметно дороже. И сейчас мы с вами в этом убедимся. Позиционирование новой линейки выглядит следующим образом. Для руководящего звена телефона 48 с возможностью видеосвязи, для менеджеров и на ресепшн, для секретаря – это связка телефона T46G с модулем расширения EXP40, а для рядового рабочего места либо T42G, если нужна высокая скорость доступа в сеть, либо T41B. На этом слайде, я сейчас разверну его побольше, приведена уточняющая таблица позиционирования, на какие сегменты рынка направлены каждый из моделей. Телефон T46G направлен на сегменты рынка, где работают крупные компании. Все-таки целевая аудитория – это именно руководящее звено. И конкурентные преимущества, так называемые характеристики, которые будут выигрывать и являться приоритетными – это элегантный дизайн, это высокое качество самого телефона, это много программированных кнопок, которые под разные задачи могут быть настроены, и поддержка Bluetooth. Телефон SIP-T42G, его основная аудитория – это компании, у которых гигабитная локальная сеть. Он может быть установлен либо менеджеру, либо на ресепшн. Тут основное конкурентное преимущество – это два порта гигабита Ethernet. Это множество и богатство функций для повседневной работы, для бизнеса, скажем так, когда у вас все под рукой – и голосовая почта, и трансферы, конференции, и прочие-прочие возможности. И, конечно же, это выгодная и привлекательная цена. Телефон же SIP-T41P, его сегмент рынка – это современный офис, целевая аудитория – рядовые рабочие места. У этого телефона много программированных кнопок, отличительная особенность – это выгодная цена. И я вот здесь добавил защиту окружающей среды, небольшое лирическое отступление, так сказать. Все телефоны новой линейки выполнены из материалов, которые полностью подлежат вторичной переработке. И не содержат никаких химических элементов, запрещенных для использования подобных телефонных аппаратов как в России, так и в Европе. Ну, давайте уж раз развернул, чтобы было хорошо видно. Теперь поговорим о сравнении с телефонами CISCO. Значит, поговорим сначала о телефоне 46G. Сравнивать мы его будем с телефоном SPA 514G. Вы можете видеть разницу в цене. Наш телефон стоит дороже, но экран больше, цветной, благодаря этому удобный интерфейс, возможность работы как фоторамки, дополнительные возможности в виде фотографии на контакте. И в целом информации на экране помещается больше. Есть поддержка Bluetooth, в отличие от CISCO. Программируемых кнопок H27, готовых выполнять различные задачи. У CISCO же их 0. Количество СИП-аккаунтов 6. У CISCO 4. Если говорить о телефонах CIP-42G, то сравнивать их целесообразно с CISCO SPA 512G. Здесь наш телефон Ялинк более привлекателен по цене, имеет большего размера экран, информации больше за счет того, что он 5-строчный, а не 3-строчный. Bluetooth не поддерживает ни один из телефонов. Программируемых кнопок у Ялинк 10, у CISCO нет. СИП-аккаунтов у Ялинк 3, у CISCO всего лишь один СИП-аккаунт. Теперь же сравним телефоны Ялинк с телефонами производства компании Polycom. Давайте также начнем с модели 46G. Ее целесообразно сравнивать с телефонами VVX 400, 10 и 400. Стоимость здесь вы можете видеть, что у телефонов Polycom дороже, при этом размеры экрана у телефона Ялинк больше, информации помещается больше. Из тех параметров, что приоритетней, поддержка Bluetooth, у Ялинк она есть, у Polycom нет. Это больше программируемых кнопок, 27 у Ялинк против 12 у Polycom. И поддержка таких важных функций для безопасности работы, как TR-069 и OpenVPN. Елинк эти функции поддерживает, Polycom нет. Телефон же CIP-T42G и T41P мы сравнивали с Polycom VVX 310 и 300. Как вы можете видеть, есть значительная разница в цене. Елинк здесь выигрывает, стоит заметно дешевле. Экран у нашего телефона больше, и помещается там информация больше. Также больше программируемых кнопок у телефона Ялинк и есть возможность работы, опять же, с функциями TR-069 и OpenVPN. Компания Polycom такие возможности не поддерживает. Теперь же перейдем к комплектации, о которой было так много вопросов и поговорим о ней. в комплектацию входит адаптер. Покупая любой из телефонов 40-й линейки, адаптер будет в комплекте. Bluetooth адаптер питания я имею ввиду. Bluetooth USB адаптер в комплектацию не входит, он будет продаваться отдельно. И крепление на стену, которое есть для некоторых моделей телефонов Ялинк новой линейки, также в комплект не входит. Таким образом, на сегодняшний день линейка продуктов Ялинк выглядит следующим образом. В вашем распоряжении для заказа и интеграции куда-либо в проекты есть USB-телефоны, аксессуары для использования как обычных гарнитур проводных, так и без проводных гарнитур, модули расширения с экраном и без, модельный ряд телефонов состоит из 20-й линейки черно-белых офисных точнее офисных телефонов с черно-белым экраном, 30-й линейки офисных телефонов также, но с цветным экраном и более удобным экранным меню. Это беспроводной телефон W52P, это мультимедийный телефон WP530 с возможностью трехсторонней видеоконференции и теперь добавляется новая линейка SIP-T4, которая пока у нас в России состоит из моделей SIP-T42G и T46G, позже в продаже появится модуль расширения XP40, как я сказал уже, повторюсь еще раз, в конце года этого, либо в начале года 2014-го появится телефон SIP-T48G, мультимедийный телефон с цветным экраном, тачскрином и возможностью видеосвязи. И на данный момент есть глобальный сервер настройки, называется он RPS. О нем подробнее вы можете узнать, обратившись к инженерам нашей службы технической поддержки. Ну и, собственно, об этом хотелось бы тоже сделать небольшое отступление, сказать, что в нашей компании IP-матико есть профессиональная команда, которая всегда готова вам помочь ответить на возникшие у вас вопросы, в первую очередь, конечно же, по телефону, далее мы стараемся отвечать на вопросы по почте, если есть какие-то у вас вопросы, вы всегда можете обратиться. Собственно, мы вас не оставим ни без поддержки, ни без обслуживания, также гарантия, какое-то гарантийное обслуживание мы осуществляем. Ну и, по всему прочему, на нашем сайте ipimatika.ru вы можете найти материалы для самостоятельного изучения в виде инструкций и обращайте внимание на новости на нашем сайте, как вот сейчас, вебинар ознакомительный, но мы периодически проводим и различные тренинги, обучение и вся эта информация есть на нашем сайте, смотрите, обращайтесь. А сейчас спасибо вам за внимание, моя презентация на этом закончена, и я сейчас смотрю в чат, есть ли вопросы, если у вас есть микрофон и вопросы, которые хотели бы озвучить, вы можете попросить голос, пообщаемся с вами. Так, вопрос от Алексея. Дект будет ли новой в линейке? Алексей, пока, Дект новый не планируется. Возможно, он и будет, но пока в планах все усилия E-Link направлены на линейку Т4, о которой я только что сказал, чтобы вывести эти телефоны на рынок и как следует обеспечить всеми возможностями пользователей, которые в них нуждаются. Так что, пока о новом Дект речи не идет. сервис РПС у нас бесплатный. Он позволяет, если в двух словах о нем поговорить, он позволяет вам централизованно настраивать телефоны, которые вы продаете клиентам в больших количествах. То есть, вы телефон клиенту продали, в РПС конфиг для этого телефона загрузили, клиент приехал в офис, подключил телефон в розетку, телефон зашел на РПС, забрал конфиг, зарегистрировал ваш аккаунт, который вы ему в этом конфиге отдали. Счастлив, доволен, вам благодарен, вы не занимались настройкой, не тратили свое время. Для вас он бесплатный. На сайте IP-матик по РПС информации нет. Если вам информация по РПС требуется, также, пожалуйста, на support напишите, какого рода информация нужна, мы вам ее предоставим либо предоставим контакты сотрудника, кто за работу РПС отвечает. Коллеги, если вопросов нет, пишите минус в чат, чтобы я видел, так сказать, массовую долю. Отлично. Светлана, а что за вопрос по БП? БП входит в комплектацию. Ну, отлично. Тогда я предлагаю закругляться. Еще раз вам спасибо за внимание. Если вопросы возникнут, то на слайде есть мои данные, контакты, или можете обратиться к нам на почту с возникшими вопросами. Запись данного вебинара чуть позже появится на сайте IP-матик.ру. Сможете пересмотреть или передать кому-то для ознакомления. по-настоящему. ПО-настоящему. Подписывайтесь на наш канал. ПО-настоящему. ПО-настоящему. Продолжение следует...